Ааа, пахнет настоящим мужиком, которого охота впустить в дом. Всем приветики, с вами Натали, добро пожаловать на мой бьюти канал. У меня сегодня видео про косметику Avon, косметику по каталогам, дешевую косметику, которая местами, кстати, не дешевая уже, я замечала некоторые линейки, у Avon что-то какие-то дорогие начались. В общем, я сегодня хочу вам показать свой последний заказ, он сделан, как всегда, это я и моя подруга Алиса, но и рассказывала, вот, и это посылка, которую я забрала на Почте России, коробка, наверное, килограмм 7. Вот такая коробища разных Avon-овских ништяков, если вы любите такие ролики, то не переключайтесь, я вам расскажу, что в этот раз такого мы с Алисой заказали. Сейчас будет действовать вот такой каталожик с глазенками, сзади вот такая бабенка, глазенки, бабенки, отложим его в сторону, потому что уже на днях я буду смотреть, потирать свои ручки, разглядывать новиночки и, конечно же, не только ручки потирать, но и странички. У меня их три, по-моему, я заказывала два, почему мне положили три? Они все-таки платные, они там стоят что-то по 45 рублей, кажется, для представителей. Лучшие подарки Avon, еще вот такой здесь каталог, весенние подарки, кстати, здесь есть какие-то эксклюзивы и новинки. Еще какой-то журнальчик, который называется Focus, на что нужно обратить внимание, что новенького вышло, может быть, акции и так далее. Сколько талмудов, сколько газет. А, еще нет, не все. Нет, еще не все, ребят. Еще два каталога сейл. Я в этот раз решила себе взять вот такую маску от N.U. Она называется ProProtinol Skin Hero. Это гидрогелевая маска для лица, которая называется упругая кожа. Вообще гидрогелевые маски мне очень нравятся. И либо она идет в двух частей, чаще всего гидрогелевая, либо, ну, бывает и одна. Они такие более питательные, они словно большой-большой патч на все лицо. И я прям действительно чувствую, как максимально лицо питается. Тканевые маски это тоже очень здорово, конечно. Но если выбирать между ними, то я бы, конечно, выбирала гидрогелевую. Смотрите, какая красивая упаковка, она прям вся голографическая. А вот под категорией N.U. у Avon довольно такая, ну, не то чтобы дорогая, но как бы дороже, чем обычно. Кажется, эта маска стоила 200 с чем-то рублей, но мне захотелось попробовать. Так кто ж там опять? Дальше давайте пройдемся по гелям для душа. У Avon вышла вот такая новинка от серии Avon Senses. Это популярная очень их линейка с гелями, с пенками. Кажется, кроме этого, что еще и спрей вроде бы есть. И, в общем, вышел мужской гель, который называется Energia. Он идет с ароматом мандарина и черной амбры, шампунь ей для душа. Мне, конечно... Да, кстати, взяла я и Алиса. Я взяла Валерия. Ну, Алиса, там, дайте своему мужичку, понятное дело. Была ароматная страничка, мне очень понравилось, как пахнет. Знаете, такой довольно терпкий аромат. Да, он одновременно, знаете, такой, как корочка апельсина. Что-то вот как цедра, да. Очень приятно пахнет. Хотя, ну да, аромат мандарина, собственно, и есть. Что я тут думаю? Короче, прям очень-очень приятный аромат. Я бы таким даже сама мылась, несмотря на то, что это мужской гель для душа. Я, кстати, вообще не брезгую вот мужскими средствами для мытья тела, скажем так, да, гелями, каким-то мыльцами. Мне очень нравятся некоторые ароматы, и я вполне себе могу принимать душ с ними. Напишите, кстати, как вы относитесь к мужским ароматам. Там используете ли вы что-то, применяете ли вы что-то из мужского, и либо для вас это такое, типа, ааа, нет, это мужское средство, я к нему не прикоснусь. Дальше идет вот такая пена, это, кстати, новиночка, кажется, ванильный капкейк. Две эти пены, обе заказала Алиса. По-моему, там ароматной странички не было, но я примерно представляю, как это пахнет. Если это пахнет так сладко, как я это представляю, то это точно не мое. Сейчас мы с вами проверим. По 500 миллилитров, кстати, вот я когда беру пенки у Эйвен, я сюда тоже беру 500, потому что, вот, короче, есть 500, а есть литр. Ну, посмотрите, литр пены. Ну, это должна быть, наверное, большая семья, чтобы, да, успеть это потратить нормально, адекватно. 500-то тоже огромные, а литр, я вообще не представляю, как жить с такими огромными. Я один раз по случайности заказала все литровые. Я их не могу уже больше год, наверное, закончить. Давайте я понюхаю одну и скажу вам. Если это так, как я думаю, то это, конечно, не мое. Ну, а вдруг хорошо пахнет? Нет, не мое. Знаете, оно не противно пахнет. Она просто слишком сладкая. Прям такой сливочный, вот, какая-то сладость. Вот реально этот капкейк. Он прям, ммм, сколько в нем жира, сколько в нем калорий, сколько в нем вот этой сладости неистовой. Я чересчур такие сладкие ароматы не люблю. Еще один гель от Эйвен Сенсис. Цветочная коллекция. Вот мне, кстати, не понравилось, как он пах в каталоге. Это была тоже новинка. Он называется «Весенний букет». Он идет с ароматом бергамота и жасмина. Я потерла страничку, мне что-то не понравилось. А Алисе вроде как приглянулась. Ну-ка, давайте. Может быть, из бутылочки пахнет лучше? Ну, кстати, да. Вот от физического продукта пахнет лучше, чем когда это было в каталоге. И в каталоге мне показался аромат. Такой какой-то вот прям очень дешевый гель для душа или жидкое мыло. Да, жидкое мыло, которое стоит в общественных туалетах. Вот такая у меня была ассоциация. Нет, в бутылочке пахнет довольно приятно. Такой горьковатыми цветами, я бы сказала. У Эйвен в последнем каталоге вышли новиночки. Это новые гели для душа. Вот в таких красивых-красивых вообще бутылочках. Там, по-моему, три или четыре вида. Вот это спелые арбузики. Я, кажется, взяла арбуз. Алистик взяла арбуз. Вообще, это нет, не гель, это пены для ванны. Они идут по 250 миллилитров. Мне кажется, что вот такой объем для пены для ванны вообще максимально адекватный. Если она вам быстро надоест, то, по крайней мере, она довольно быстро и закончится. И вы уже сможете купить какую-то новую, пользоваться чем-то другим. Я хочу понюхать, потому что эти странички ароматизированными не были. Но то, как красиво выглядели эти пенки, прям ох, меня тоже заставило покуситься на них. О, это очень вкусно пахнет. Это пахнет, как орбит арбуз или диролл арбуз. Ну, в общем, это жвачка. У меня же слюни, по-моему, выделились. Короче, он летний и очень-очень яркий. Мне кажется, будет одно удовольствие с такой пеночкой сидеть в ванной. Три сочных арбуза, ребята, три. Дальше из этой же серии вот такие идут пенки. Сочная манго. Ммм, как красиво все-таки выглядят эти бутылочки. Не, ну вы посмотрите, словно какой-то, знаете, сок или лимонад. Прям очень фотогенично, ярко, так позитивненько. Манго, запах я тоже люблю. Газ довольно своеобразный, там он чем-то похож немножко на морковку, я так считаю. Но приятный. Ммм, потрясающе. Я бы, знаете, сказала, наверное, это чем-то похоже на персик. Отдушки вот у этой линейки, судя по всему, прям удались. Не какая-то химоза, прям удачно и очень приятно это нюхать. И еще из этой линейки идет пион и гранат. Самая такая серьезная упаковочка, такая, чакры какие-то. В общем, да, давайте-ка понюхаем. Не представляю, как это может пахнуть. Ну, как бы я знаю, естественно, аромат и пиона, и граната. Но как это совместимо, вот как это выходит, давайте узнаем. Ммм, ничего так красивый и, знаете, такой немножечко строгий. Он прям с горьковатостью. Ммм, вот. Мне кажется, на подарок, на 8 марта, там, коллегам, подружкам, просто супер. Подарить какую-нибудь пенку, не знаю, там, брезг для губ, натурального оттенка, да, но были прозрачные. И какой-нибудь крем для рук. Было бы супер. Я бы обрадовалась такой пеночке, если бы мне кто-то подарил на 8 марта такую. Мне кажется, это врахла у сама полна, но я бы обрадовалась. О, мне положили пробник. Сейчас мы перейдем дальше к заказу. Я просто увидела, что положили пробник. Максима. Эй, вот, Максима, ию, де, парфюм. О, ию, ию. Я, кстати, нюхала его в каталоге, и это очень приятный аромат. Мне он прям понравился. Я его не беру, потому что, несмотря на то, что он приятный, мне кажется, у него есть такая фишечка, что он быстро надоест. Вот что-то я подозреваю это. А так, слушайте, он чем-то похож на... Ммм, в нем, знаете, что есть? Я поняла, почему он мне понравился. В нем есть какой-то отголосок моего любимого парфюма, вообще самого-самого. Это Escada Absolute Le Mi. Вот такой body lotion, по-моему, это я себе взяла. Представляете, я даже не помню. Да, 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 я, я, я. Идет в новом оформлении, такой цветочный весенний здесь принт. И это идет лосьон для сухой и очень сухой кожи. У них вышли новые ароматы вот в этой линейке. Это Avon Care. И мне настолько понравился аромат. Он такой нежный. Он какой-то вот фруктовый, но в то же время как будто мягкий какой-то. Очень-очень уютный и прям... Ну да, я бы назвала его, если одним словом, какой-то мягкий аромат. Он похож на косметику для младенцев. Вот настолько он мягкий. Да, у меня лосьон там заканчивается, которым я пользуюсь. Мне кажется, от Lush. Вот сейчас я взяла Avon. Признаюсь, да, взяла из аромата. Очень уж он мне приглянулся. Ну и посмотрим, как будет в действии этот лосьон. Надеюсь, что он мне понравится и подойдет. Тоже от Avon Care я взяла еще и восстанавливающий крем для рук для сухой и очень сухой кожи с маслом кокоса. У меня есть тоже Avon Care зимний выпуск. Такая ярко-оранжевая упаковка. А вот с этим же ароматом, как и лосьон, вышел вот новый кремчик. Я решила себе его взять. Я тем кремом пользуюсь часто. Я уже половину, наверное, истратила. И вот у меня на запас теперь будет этот. Неистовое увлажнение для сухой, очень сухой, прям бывалой-бывалой кожи. Так что ждем чудес. Теперь будет взрыв кремиков для рук. Ребята, это набрала Алиса, кажется, на подарки. Вышла новая линейка у Avon Naturals. И вышло несколько ароматов. Вот, например, французские поля лаванды. Я не буду открывать, потому что, когда нюхаешь крем для рук, бывает, часть из него выдавливается. Я не буду все-таки, это не мои кремчики. Другое дело, там, понюхать гель, это ладно. А вот кремики не буду. Ну, смотрите, такая симпатичная прям упаковочка. Я думаю, что это приятно должно пахнуть. Французские поля лаванды. Ну, лаванда не может плохо пахнуть. Лаванда это мечта, лаванда это сказка. Я очень люблю ее аромат. Также из этой же серии японские сады сакуры крем. Все, фифи залезла в коробку. Тоже Алиса заказала два. Ну, видимо, она там подружкам, девчонкам раздарит. Вот такая мятная упаковочка. Я подозреваю, как это может пахнуть. Скорее всего, это что-то среднее между вишней и черешней такой аромат. И немного цветочный. И только сейчас, кстати, понимаю, что гибискус, да, вот такой гавайские цветы гибискуса всего один. Хотя Алиса заказывала, кажется, каждого по два. Ну, видимо, закончилось. Склад закончился. Ну, это уже, как бы, да, не моя вина. Вот этот, кстати, импортный. Сзади есть наклеечка, представляете? Так что он идет у нас, скорее всего, Польша. Да, Польша. Вот такой. Видите, здесь даже все на английском. Польский кремец. Вот эти вот русифицированные. Вот это польский. Это, кажется, я заказала Валерии, если честно. Не помню. Ну, по-моему, да. Evan Careman. Сила черного угля. Это и шампунь, и кондиционер, и гель для душа. Господи, как я вот это все не люблю. Я купила это в качестве геля для душа. Но не шампуня. Ну, как это можно? И там, и сям. То есть, ты помылся целиком, и все у тебя везде подошло, и все у тебя везде наладилось. Ну, ребят, ну, не знаю, но это, по-моему, бред. Active Technology. Здесь, короче, да, идет вот с углем, как я сказала. Дай понюхаю. А-а-а, пахнет настоящим мужиком. А-а-а, которого охота впустить в дом. Вы что подумали, у меня это Валера вообще-то, а не какой-то еще один-другой. Ну, в общем, да, 200 миллилитров здесь. Ну, такой небольшой. Ненадоедливый объем, сказала бы я так. И не пробник, и не огромная бандура. Самое то. Еще Алиса заказала роликовый, кажется, парфюм Персив. Я очень хорошо знаю этот аромат. У меня мама, кстати, давно им пользовалась. Там такая, типа, голубая водичка, и она пахнет чем-то сладеньким, цветочным. Немножечко притерная она. Я, кстати, признаю, да, она немножко притерная, но все-таки ненадоедливая. А вот такие маленькие форматы очень удобно брать с собой. Положила в сумочку, поехала в какое-то недалекое там путешествие, или просто вышел из дома, а захотела, например, обновить. Я прям нюхаю, реально чуть-чуть эскады здесь есть. Дальше. Я решила попробовать в этот раз от бренда Мар. Называется Magix. Это спрей для фиксации макияжа. Prep and Set Spray. Спрей, основа и фиксатор. То есть можно как и под макияж, так и поверх. В общем, посмотрим, как это будет работать. Здесь идет 125 миллилитров. Ну, объем такой довольно серьезный. Как это будет вообще выглядеть на коже, и как будет, самое главное, держаться макияж. Потому что, когда я делаю макияж на выход, ну, на выход это имеется не обязательно праздник, а просто, что я выхожу из дома собираюсь, да? Ничем не пахнет. Я всегда закрепляю макияж спреем. Нет, никакого запаха нету. Я думала, хоть чем-то пахнет, будет интересненько, но нет. Облом, облом. Далее. Clear Skin. Не помню, когда последний раз я заказывала линейку, мне кажется, может, когда подростком была. Либо, может, какая-то масочка потом у меня позже была, я не помню. Но мне мама эту линейку покупала, когда я была подростка. Это Алиса взяла. Идет очищающее средство для лица, для сокращения пор и блеска на каждый день. Я так понимаю, это умывалка, если это очищающее средство, да? Хотя маски тоже очищающие бывают, но я так понимаю, что это умывалочка. Чтобы прочистить свои поры. Я, ребята, не удержалась в последний раз и заказала вот эту новинку. Это новый аромат от Avon Eve Embrace. Называется вообще серия там Eve. Несколько у них есть ароматов. Есть зеленый какой-то, кажется, желтый, оранжевый. Ну, в общем, они все разные, но что-то в них есть похоже. И вот в них вышел новый Embrace. Это была новинка каталога в прошлый раз. И я такая, ой, а что-то мне как-то вроде бы нравится. Конечно, у меня ароматов уже сколько, но мне понравился. Он такой женственный, какой-то утонченный, одновременно чуть-чуть строгий. Но в то же время он сияет и блестит какими-то фруктовыми нотами, такими немножечко инфантильными. То есть я бы сказала про этот аромат из разряда, что и для девочки, и для взрослой женщины. Вот он какой-то такой. У него нет возраста там, да. Я тоже, конечно, не привязываюсь вот к ароматам как возраст. Но вообще говорят, что есть такое. Либо ассоциация есть. Какой-то повзрослее, какой-то более зеленый, да. Вот аромат такой, наоборот, для молоденьких. Вот у этого, мне кажется, возраста вообще нет аромата. Он прям подойдет для всех. Но это, опять же, мое мнение. И рекламировала какая-то актриса, кажется, русская этот аромат. Я не знаю. Я не разбираюсь в русских актерах. Я не разбираюсь в русской музыке современного. А мне и не хочется этого делать. Ну, в общем, как-то так. Что я отметила, кстати, для себя в той обложке каталога Avons предыдущей, что у нее ужасно были накрашены ресницы. А это же обложка каталога. Ребята, это же обложка каталога. Вы с ужасно накрашенными ресницами бобенку на обложку суете. Но это просто шок. И вот такой вот аромат появился. Mesmerize Mystic Amber. Он очень необычный. Такое ощущение, что, знаете, такой немного церковный, как будто. Я надеюсь, это сейчас не богохуйство, что я сравнила, да. Но просто, если зайти там в церковь, пахнет ладаном, пахнет свечами. Вот свой такой аромат какой-то есть в церквях. И вот этот аромат, он прям ассоциируется, словно вы туда пришли. Что-то в этом есть. Вот я не знаю. Я нахожу такие ароматы немножечко странными. Но в то же время что-то я в них нахожу. Что иногда хочется к нему вернуться, обратиться, чтобы он напрыскал твое тело. И ты такой, церковушка, церквушка. И пошла такая, что-то тут, что-то имеется. Вот, такой был заказик. Он довольно большой. Но в основном это не гелия и пенки для ванны. Все любят пузырики, все любят чистоту и скрип от этой чистоты. Все, ребята, на этом я с вами прощаюсь. Обязательно пишите, что вы последний раз заказали в Avon. И что вы посоветуете попробовать мне оттуда. Ну и в целом, ваше отношение к бренду, когда вы заказали последний раз. А все, хорошего вам настроения. Пока-пока!